Самые полезные комнатные растения для выращивания в домашних условиях Любители комнатных растений чаще руководствуются внешней красотой того или иного цветка, выбирая растения для дома. Безусловно, красивый цветок способен радовать глаз, одним своим видом улучшая настроение домочадцев. Но некоторые растения способны еще и оказывать благоприятное влияние на организм человека. Полезные для здоровья комнатные растения из огромного количества домашних растений. Рассмотрим самые полезные из них. Хлорофитум. Для квартиры хлорофитум считается самым полезным. Оно обладает уникальной способностью очищать воздух в квартире от вредного формальдегида, который выделяется синтетическими материалами, входящими в состав теплоизоляции. Были даже проведены эксперименты, которые научно доказали, что за один день хлорофитум полностью очищает квартиру от этих опасных для здоровья веществ, а добавление в цветочные горшки активированного угля в разы умножает его очищающий эффект. Пеларгония или герань. Это растение благотворно влияет на нервную систему человека. Она успокаивает, нормализует сон, а также помогает легче переносить всевозможные стрессы и неврозы. Кроме того, пеларгония очищает воздух, нейтрализуя вредные вирусы и бактерии, угарные газы, а также излишнюю сырость в помещении. Мята перечная. Это садовое растение можно успешно выращивать в комнатных условиях, поставив ее на подоконник в горшке. Мята обладает ярко выраженным свежим ароматом, который снижает раздражительность, улучшает аппетит, а также помогает справиться с мигренями. Сансевиерия. Это маленькое растение способно вырабатывать огромное количество кислорода. У нее есть особенное свойство, которое будет полезно абсолютно всем людям, она повышает иммунитет человека. Кроме того, сансевиерия нейтрализует вредоносные испарения, которые вырабатывает линолеум и другие синтетические материалы. Эвкалипт и мирт – прекрасные помощники для людей, страдающих астмой и заболеваниями органов дыхания. Эти растения выделяют вещества, которые значительно сокращают объем болезнетворных веществ в воздухе, а также расслабляют мышцы бронхов, устраняя спазмы. В помещениях с эвкалиптом или миртом намного легче дышать. Декоративный лимон выделяет десятки полезных летучих веществ, которые подавляют болезнетворные микроорганизмы и очищают воздух. Лимон рекомендуют ставить в спальных комнатах. Лавр – это комнатное вечно зеленое растение считается убийцей вирусов и бактерий. Кроме своих очистительных свойств, лавр хорошо помогает людям с заболеваниями сердца и сосудов, желчных путей и страдающим от спазмов кишечника. Хомедорея будет очень полезна в домах, которые стоят рядом с большими оживленными автодорогами, поскольку она может поглощать ядовитые вещества, которые содержатся в выхлопных газах, проникающих в квартиру с улицы. Уход за хомедореей несложный, но требует соблюдения специфических правил. Фикус, кроме своей способности насыщать воздух кислородом, устраняет токсины и вредные летучие вещества. Также фикус активно выделяет фитонциды, подавляющие размножение микроорганизмов, которые способствуют развитию у человека вирусных заболеваний. Алоэ широко известна своими целебными свойствами. Листья этого растения часто применяются в народной медицине для заживления ран и ожогов, поскольку обладают противовоспалительными свойствами. Идеальное место для размещения алоэ – спальня, поскольку оно выделяет кислород по ночам, а не днем, как другие растения. Аспарагус насыщает воздух уникальными компонентами, которые ускоряют заживление поврежденных тканей, а также способствуют срастанию костей при переломах. Аспарагус считается растением, которое продляет молодость, так как выделяемые им вещества повышают эластичность кожи. Кроме того, это растение выводит из воздуха различные тяжелые металлы, а также уничтожает вредные микробы. Очень полезен аспарагус будет для людей с заболеваниями легких. Розмарин является самым эффективным помощником в борьбе с различными болезнями органов дыхания. Вещества, которые он выделяет, улучшают работу дыхательной системы, а также помогают быстрее излечиться от бронхита. Очень полезен он будет и для астматиков. Розмарин великолепно повышает работоспособность человека, улучшает состояние при неврозах, снимает усталость и помогает бороться с переутомлением. Хвойные растения, араукария, можжевельник, кипарис, освежают воздух в помещении, тем самым снимая усталость после тяжелого рабочего дня. Хвойники будут особенно полезны для офисов, где много компьютеров, ксероксов, принтеров и так далее, поскольку воздух в таких помещениях обычно спертый и обедненный полезными для человека элементами. Кактус, особенно с длинными иголками, уничтожает микробов и защищает организм человека от вредного электромагнитного излучения, снижая ионизацию воздуха. Поэтому кактус рекомендуется ставить в помещениях, где находится телевизор и компьютер. Карликовые хризантемы своим ароматом оказывают прекрасный тонизирующий эффект, поднимая настроение человеку. Аглоонима активно борется со стриптококками, содержащимися в воздухе и рекомендуется большим семьям, которые часто принимают гостей в доме. Помимо этого, аглоонима ионизирует и очищает воздух, снимает стресс и даже помогает избавить от депрессивных состояний. Бегония прекрасно увлажняет воздух, а также вытягивают из него пыль. Это растение обладает выдающимися антибактериальными свойствами, оно уничтожает около 90% болезнетворных микроорганизмов и грибков. Бегония еще и уменьшает влияние на организм человека излучения от бытовых приборов и компьютеров. Папоротники способны привнести в любой дом яркую природную атмосферу. А еще они поглощают микробы и улучшают энергетику в помещении. В домашних условиях уход за папоротником достаточно прост и не требует больших временных затрат. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на канал. Всем пока.